Йоханнес Андреас Ханни. Он задумчиво смотрел за решоченное окно одиночной камеры и медленно скручивал разорванную рубашку в некое подобие веревки. Словно старую кинопленку он прокручивал свою жизнь. Вспоминал свое унылое детство, деспотичных родителей и жену. Жену, которая была не только его второй половинкой, но и соучастницей тех жутких преступлений. Как жаль, что в ту ночь он так и не довел дело до конца и не убил ее. Ведь сейчас был бы на свободе и жил своей такой привычной и такой обыденной жизнеубийцы и каннибала. Но впереди суд и, скорее всего, расстрел. Но кто они такие, чтобы судить его? Какое имеют право решать его судьбу? Суда не будет. Он сам себе судья. Импровизированная веревка была готова. Привязав оба конца к батарее отопления, Йоханнес, проделав получившуюся петлю голову и опустился на пол. Петля медленно врезалась в тело, все больше запредняя дыхание. Очертания предметов, сменив свою четкость, превратились в яркие, разноцветные пятна, а голову словно зажали в тиски. Он инстинктивно схватился за удушающую веревку, попытавшись в последний момент спасти свою жизнь. Но было поздно. Яркие пятна сменились с черной бездой. Тело обмякло. В далеком 1920 году уездный город Валк был разделен границей. между двумя странами, Эстонией и Латвией. Большая северо-восточная часть отошла Эстонии, превратившись в небольшой городок Валгар. Здесь весной 1957 года родился герой нашего повествования Йоханнес Андреас Янович Ханни. Родители его были глубоко верующими баптистами, и подход к воспитанию сына применяли весьма специфически. Каждый, даже малейший проступок, расценивался как акт неповиновения не только им, даровавшим ему жизнь, но и Богу, давшему ему душу. И за этим незамедлительно следовало наказание. Не так ответил – наказан. Не так посмотрел – наказан. Особенно отличался деспотизмом отец Яан Ханни, который был священником культа и которого Йоханнес люто ненавидел до конца своих дней. Подобный прессинг обычно весьма негативно сказывается на ребенке. Не стал исключением и наш Ханни. По мере взросления он все больше времени проводил в подворотнях, а семью заменила местная шпана. И как следствие, не достигнув совершеннолетия, парень попадает в колонию за кражу личного имущества. Это была первая ходка, но не последняя. К 25 годам он имел уже две судимости. И если уход из дома был попыткой уйти от жестокого к себе отношения, то эта попытка оказалась неудачной. Потому как за колючей проволокой он стал объектом сексуального насилия со стороны заключенных. Освободившись, Йоханнес перебрался в столицу Эстонии Таллинн, где снял небольшую квартиру и устроился официантом в популярный ресторан Палас. Стабильный заработок и хорошие чаевые позволяли ему модно одеваться и в целом неплохо жить в столице. Обзавелся он и женой, не самой красивой и страдающей косоглазием бывшей одноклассницей Пилле. Для девушки это был уже второй брак. Первый закончился стандальным разводом. Пилле, так же как и Йоханнес, росла в набожной и бедной семье. И поспешив покинуть родное гнездо, рано вышла замуж, забеременев и родив сына. Но брак, увы, продлился недолго. Ровно до того момента, как муж изоблачил ее в измене и выгнал, через суд добившись права воспитывать ребенка самостоятельно. Поэтому молодой, привлекательный, да и к тому же относительно обеспеченный Йоханнес, казался ей отличным претендентом на нового супруга. Пилле даже закрывала глаза на его странности в сексуальном поведении. Выражались они в том, что спать он часто ложился в женской ночной рубашке. А перед половым актом, когда супруга снимала с себя бюстгальтер, Йоханнес, наоборот, его надевал. Также она прекрасно знала о его бисексуальности, но делала вид, что не замечает заигрываний благоверного другими мужчинами. Все это было вполне приемлемо для девушки и не вызывало особого дискомфорта, пока любимый Йоханнес не принес с работы большой кусок мяса. Выложив продукт на кухонный стол, он произнес «Это человечина» и добавил «Давно хотел попробовать человеческой плоти». Первое убийство Йоханнес совершил в ночь с 5 на 6 марта 1982 года в Ныме, одном из районов Таллина. Той весенней ночью на улице Валдеку он встретил идущего с шаткой походкой подвыпившего мужчину. Поняв, что в таком состоянии тот является легкой целью, а столь позднее время суток исключает присутствие ненужных свидетелей, он достал из кармана нож и, поравнявшись с незнакомцем, нанес ему один за другим 7 ударов острым лезвиям, не оставив несчастному и шанса на жизнь. Мужчина был мертв, а нападавший при свете луны принялся выворачивать карманы. Его добычей стали немного наличных. Матросская книжка на имя Эймар Вибо, серебряное кольцо и снятые с ног покойного импортные кожаные ботинки. Казалось бы, взять больше нечего. Но только не для него. Он расстегнул ремень и стянул с убитого брюки. Нет, сами брюки убийцы были не нужны. Да и в сексуальном плане мертвое тело не вызывало влечения. Но вот определенный гастрономический интерес в извращенном сознании оно представляло. Он срезал с бедра жертвы большой кусок плоти и, положив вместе с ботинками в висевшую на плече сумку, быстрым шагом поспешил домой, прочь с места жестокой расправы. Придя домой, Йоханнес не стал ничего скрывать от супруги и, выложив принесенное мясо на кухонный стол, произнес «Это человече». И добавил «Давно хотел попробовать человеческой плоти». Пили, как и была в домашнем халате и тапочках, пулей выскочила во двор и во всю свою прыть кинулась к ближайшему отделению милиции, не обращая никакого внимания на недоумевающих прохожих. Это было бы логично. Но нет. И еще раз нет. К сожалению, все было совершенно иначе. Увидя на столе мясо, пили, не особо терзая себя сомнениями, включила газ и, пока грелась сковорода, принялась нарезать его на небольшие, но одинаковые порции. Как только человеческая плоть оказалась на раскаленной сковороде, кухню, как, впрочем, и всю квартиру, окутал резкий, крайне неприятный запах. Приготовленное блюдо не пришлось по вкусу ни Пилле, ни самому Йоханнесу, а из-за отвратного запаха, который, казалось, навсегда въелся в сковороду, ее вместе с остатками жареной человечины пришлось выкинуть в мусорный бак. И хотя никто из них не получил гастрономического удовольствия, акт семейного каннибализма состоялся, а Пилле состоялась как сообщница своего мужа-убийцы, которая отныне будет в мельчайших подробностях рассказывать о совершенных убийствах. И эти рассказы будут не только пугать женщину, но и вызывать у нее сильнейшее сексуальное возбуждение. Их секс после этого будет невероятно бурным и фееричным. Следующее убийство произошло 22 мая в частном секторе города Йихви. В тот день Йоханнес под вымышленным предлогом пришел к 75-летнему белорусскому эмигранту Ивану Савицкому и, нанеся четыре удара ножом, лишил того жизни. В качестве трофея он уложил в свою сумку фланелевую рубашку пенсионера и кожаный жакет. Затем спустил с убитого штаны, вырезал часть плоти и отрезал половой орган. Все это забрал с собой. Дома любящая жена снова пожарила мясо и снова оно оказалось невкусным. Из полового же органа Йоханнес планировал сделать фалоимитатор. Увенчалась ли эта затея успехом, неизвестно. Третьей жертвой каннибала стала Евгения Кольцова, которую Йоханнес изнасиловал и убил в конце июля того же года. Женщина собирала малину в лесу между Лаагри и Сауэ. Ее тело нашли осенью, основательно потрепанное дикими животными. Добычей убийцы стали 30 копеек, автобусный билет, и розовая комбинация. Судя по всему, в какой-то момент Пилли поняла, что это безумие пора заканчивать, и решила написать признательную записку. Но решимость быстро закончилась, и не дописав, она спрятала ее в своей сумочке, где вскоре листок со словами «чистосердечное признание» найдет Йоханнес, и тоже решит заканчивать, но не со своей преступной деятельностью, а со своей женой. Было уже далеко за полночь. Лунный свет, не в состоянии пробиться сквозь зашторенное окно, оставался там, снаружи, а здесь, в доме, вздрел план нового убийства. Йоханнес, крепко сжимая в своей руке молоток, стоял около кровати, на которой безмятежно спала его супруга Пилли. Он какое-то время всматривался в ее лицо, слушая размеренное дыхание. Затем, подняв тяжелый молоток, силой обрушил его на голову женщине. Убить с первого раза не получилось, удар прошел по касательной и только ранил Пилли, которая попыталась встать, но тут же получила второй удар. Женщина обхватила голову руками и начала громко кричать. Испугавшись, что крик услышат соседи, Йоханнес откинул молоток в сторону, обнял жену и принялся ее успокаивать. Затем он даже отвел ее в больницу, где сказал, что на его супругу на ночной улице напал и избил неизвестный мужчина. Но живая Пилли представляла опасность для убийцы, и он решил повязать ее кровью, сделать полноправной соучастницей своих преступлений. На предложение убить кого-нибудь вместе, Пилли Ханни дала положительный ответ, и они разработали отличный, каким казалось, план. Решено было убить таксиста. Йоханнес, сидя на пассажирском сидении, должен нанести ему удар ножом в шею, а Пилли закончить дело, орудуя ножом со спины. Но все пошло не по плану. Поймав такси и отъехав подальше от города, Йоханнес попросил остановить машину, и как только водитель заглушил мотор, принялся бить того ножом. Но парень не стал легкой добычей и оказал сопротивление. А Пилли, которая должна была помогать мужу, имея нож, так им и не воспользовалась. В итоге, таксисту удалось вырваться и убежать от, казалось бы, неминуемой смерти. Почему Пилли не стала убивать водителя? Быть может, она не была готова к этому морально, и в пиковый момент растерялась. А может, уже тогда, окончательно решила положить этому курицу. Кошмару конец. Как бы то ни было, она сохранила для следствия тот самый молоток, от которого чуть не погибла, и окровавленную простую со своей кроватью. Однако прийти в милицию лично она побоялась. Вместо этого оставила у себя на работе в пишущей машинке отпечатанное письмо с признания, которое и обнаружили ее коллеги. Вскоре оперативники пришли домой к супругам-каннибалам, где в ходе обыска нашли вещи, принадлежавшие убитым. Йоханнес Андреас Ханни был арестован 2 октября 1982 года. Он не раскаялся в своих преступлениях и жалел только себя. О мотивах убийств говорил, что таким образом выпускал пар после неприятностей на работе или ссор с женой. Психиатрическая экспертиза признала Ханни психически неуравновешенным, но способным отвечать за свои поступки. Однако до суда, однако до суда он так и не дожил, повесившись в камере. Его жена Пили Ханни была осуждена за соучастие и провела почти 12 лет в тюрьме Харку. После освобождения эмигрировала в Финляндию, где начала давать многочисленные интервью и участвовать в телешоу. А в 2008 году написала книгу «Я люблю хищника», на страницах которой оправдывалась, называя себя жертвой и виня во всем воспитании мужа и обстоятельства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok